Поздравляю с релизом! Теперь вам доступна статистика в админ-панели вашего приложения, и вы сможете провести более подробную аналитику. Но для оценки приложений недостаточно смотреть только на количественные показатели, не менее важно знать качественные. Качественные показатели — это то, что говорят нам пользователи, те проблемы, с которыми они сталкиваются. Для того, чтобы понять, как работают пользователи с вашим приложением, важно заранее представлять, где пользователь может не понять, что делать, и важно составить список гипотез и их проверить. Гипотеза — это предположение, которое можно подтвердить или опровергнуть. Например, сможет ли текст кнопки дать понимание, что ждет пользователя, понажать на нее. Возможно, после проверки гипотезы вы найдете проблемное место приложения, измените логику, способ взаимодействия, найдете другие интерфейсные решения, поменяйте текст, и конверсия в сценарий станет выше. И как раз здесь ответ смогут дать исследование. Например, вы можете провести коридорное исследование с небольшим количеством участников. Можете воспользоваться карточной сортировкой, если у вас каталог, и вы не уверены в правильном нахождении какого-либо блока. Но самый действенный способ — в поиске качественных метрик провести глубинный интервью. Для этого вам необходимо заранее составить вопросы для интервью на основе гипотез и опросить респондентов. Если нет опыта в проведении такого рода исследований, то поможет книга Фицпатрика «Спроси маму». Главное после исследований сделать выводы и перейти к действиям. Сколько необходимых интервью? В общей практике достаточно провести 5 интервью с разными респондентами. Такое количество увидит 80% проблем в фиче или продукте, и этого достаточно. Ну и стоит сказать о самом главном инструменте — обратной связи. Идеально ее сначала получить от лояльной аудитории, приоритизировать проблемы и внести изменения в приложение. Особенность этапа с исследованиями — вы можете протестировать гипотезы на прототипах или UI еще до релиза, и выйти на пользователей с продуктом, лишенным проблем на старте. Надеюсь, вы пройдете путь от идеи до релиза очень быстро. Самое главное — поддерживайте и не бросайте свой продукт. О любви и поддержке расскажет Эгор.